Приветствую вас! Наверное, каждый человек старшего поколения, живший при Советском Союзе, помнит этот знаменитый автобус ЛиАЗ-677, который с 1967 года выпускал Ликинский автобусный завод. А его знаменитый звук бутылок запоминается на всю жизнь. Сколько он перевез людей, вообще не передать словами. Ведь предназначался он в первую очередь для городских рейсов. И он стал самым массовым большим городским автобусом. Также, кроме вместимости, он был еще и теплый, благодаря оригинальной системе отопления салона, которая прогревала воздух от отопителей под сиденьями. Всего с 1967 по 1993 год было выпущено около 200 тысяч автобусов всех модификаций. Но самыми не менее популярными были его прозвища, которыми нарекли водители и пассажиры. Это луноход и скотовоз. Но благодаря чему они получили такие прозвища? Ведь получили они их не просто так. И эти прозвища прилипли к нему сразу после выхода в эксплуатацию на долгие годы. Водители этого автобуса нарекли его луноходом в честь советского космического аппарата, из-за его очень гибкой подвески, благодаря которой автобус ехал плавно даже на неровностях. У водителя складывалось впечатление, что автобус словно плывет, а не едет. А от пассажиров ему досталось прозвище «скотовоз» из-за его задней накопительной площадки. Лиаз-677 имел две двери для входа в салон, где находилось 25 сидячих мест. А за задней дверью находилась довольно просторная площадка. Благодаря ей и проходу между сиденьями автобус уже мог перевезти при полной вместимости уже 110 человек, а в час пик и того больше. Собственно, эта самая площадка и вызвала ассоциацию пассажиров с кузовом для перевозки домашнего скота. Вот так и прилипли эти прозвища к автобусу на десятилетия, пока его не сменили другие городские автобусы, которые имели уже свои специфические прозвища. А если мой ролик вам понравился и был полезен, не забываем ставить лайк под этим видео. Также приветствую ваши комментарии. Желаю вам всего хорошего. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok